Приветствую всех на моей маленькой кухоньке. Долгое время я вам не показывал, что я готовлю у себя на кухне. Да, в принципе, и показать было ничего, потому что работы нет уже больше года. Сейчас работа немного появилась, вот уже буквально третью неделю мы готовим на два города, которые очень сильно пострадали от наводнения. В одном из них живет мой шеф. Этот город называется Батмюнстерайфель. У него там был небольшой гешефт, небольшой вагончик, в котором жарили колбасу. Во фритюре пекли помфрит. Короче, этот вагончик смыло волной. Да, действительно, на самом деле смыло волной. Посмотрите на эти фотографии, машины плавают. Картины сами говорят за себя, что произошло в этом городе. Сейчас посмотрите, как понесло все. Это такой сильный поток воды, который, не знаю, метра полтора, наверное, два. Зонтики все затопленные. Это вагончик, в котором жарилась колбаса, делался помфрит. Его мотало по площади, как соломинку. Обратите внимание, сейчас справа стоят машины. Наверное, люди, которые там жили, сказали, Вот это нам повезло, какие мы все-таки счастливцы. Это вообще маленький ручеек превратился в огромную широкую реку. А также пострадал город Уайскерхин. У моего шефа там находится бюро. Бюро залило полностью. По фотографии вы все увидите. Вот здесь воды по колено. Это раньше была старая фабрика по пошиву лотков. Ну, а сейчас ее сдают на данный момент для разных предпринимателей. Ну, ее затопило полностью. Вот здесь также и была небольшая кухня. Все плавало. Холодильники плавали. Вот обратите внимание, их 5 штук. 6, 5. 5 холодильников. Пара конвектоматы. Залило все полностью. Вот это шеф ходит и снимает. И сердце наверняка у нее кровью обливается. Жестко, конечно. Очень жестко. Когда смотреть, как поедите еще превратилось в ни во что. Сколько сил вложено было. Короче, в этих двух городах полная задница. Вот уже третья неделя. И до сих пор во многих местах отсутствует нормально питьевая вода. Отсутствует электричество. Но немцы в этом плане молодцы. Они дружно взялись за уборку территории. Причем не государство как-то активно за это взялось. А именно обыкновенные люди. Не находящиеся у власти. Через WhatsApp организовали группы. И стали друг друга обзванивать. У кого-то есть трактор. У кого-то кран. У кого-то что-то. И при помощи машин разгребают весь мусор. Со мной сейчас как раз работает мой французский коллега, который живет там. Он мне рассказывал, что там творится. В этом фильме я вам покажу буквально два дня. Как я делаю, что я делаю. Если у вас есть какие-то замечания или какие-то пожелания, просто напишите мне в комментарии. Так, ну у меня задание приготовить немного картофельного салата. Килограмм 80. Но это наподобие русского оливье. Только без зеленого горошка и без колбасы. И лук я в этом случае всегда пассирую, потому что жарко. И чтобы свежий лук не испортил салат раньше времени. Поэтому я его подвергаю термической обработке. Затем, естественно, очень хорошо остужаю в своих морозильных камерах. Иначе он потом, если он теплый, он тоже может забродить. Немного майонеза. Но майонез я делаю сам. Не всегда, но... Ну в таких объемах, конечно, самое удобное мешать мне в моей сковороде, которая на 120 литров. Во-первых, спина не болит. Никуда нагибаться не надо. Ну и потом тоже размешивать всю соль. Перец, который я добавил, намного удобней. Ну и мыть потом, конечно, тоже приятно. Так, пробуем на соль. Сейчас дам попробовать другим коллегам. Посмотрим, что они скажут по этому поводу. Поступила команда добавить еще немного картошки. Ну и теперь у меня под 120 килограмм. Сейчас все, что мы приготовим, частично расфасуем в гастроемкости, а большую часть завакуумируем. И такой картофель-салат может храниться спокойно неделю. С ним ничего не случится. Еще раз попробуем. Да, ложки для каждой пробы я беру всегда чистые. Я понимаю, что посудомоя это не нравится, но никто не хочет наслаждаться моей слюной. Еще немного соуса. Чуть-чуть. И вот этот картофель-салат будут продавать в выходные с колбасой. Ну все, результатом я доволен. Вкусом тоже. Мне все нравится очень. Да, вы, возможно, спросите, а где же огуречная вода? Я ее, как правило, добавляю, когда делаю майонез. Она вся там. И на случай, если бы мне не хватило, вот еще немного у меня осталось. Но этого не понадобится. Так, ну теперь у меня начинаются небольшие вещи, такие как 10 литров сварить картофельного супа пюре. Сейчас я это все проварю для начала. Добавлю сливки, вскипячу, добавлю специи. И только потом, только потом, пропюрирую весь суп. Иначе, если я пропюрирую сейчас, то картофельный крахмал, он начнет пригорать у меня в кастрюле. В другой кастрюле у меня просто варится картофель. Немного присолю. Картофель затем выну. Немного сливочного масла. И немного муската. Все, он у меня готов. Вода кипит. Теперь я делаю штрудель. Фрикадельки я уже заранее сформировал. Они должны были быть у меня еще меньше. Я просто их располовинил. И при помощи муки скатал. А штрудель позволит мне при первых минутах их варенья, чтобы они не прилипли ко дну кастрюли. Готово. Сразу набрал холодную воду. Как только они всплывут, дам им еще буквально минут 7-8 потомиться. И затем в холодную воду. Сразу охлажу. Так, время от времени нужно собирать и убирать грязную посуду. Иначе потом зарастешь. Приборы отвожу на место. Так, ну, вроде бы все. Да. О, Юсуф! Это наш дедушка. Не самый быстрый, но зато самый, блин. На него всегда можно положиться. Он говоришь по-русски? Он с Боснии, боснеец. Вот теперь он картофельный салат весь, который находится. Он распечатывает его по мешкам, по 3 килограмма. И все завакуумируется. Работает в холоде, в холодильнике. А я доделаю картофельный суп. Удалю лавровый лист. Я всегда считаю, сколько лавровых листьев я добавил. Потому что если они останутся, то суп потом будет горчить, когда я все превращу в пюре. Так, еще один где-то спрятался, пятый. Никак не хочет всплыть. А вот когда я начну пюрировать, он сразу появится. Так, все, пятый удален. Так, ну и теперь я беру свой мини-погрузной блендер и все тщательно перебиваю. За счет вращающейся центробедной силы он как бы прикрепляется к дну кастрюли. Поэтому я не боюсь, что он у меня упадет. Но главное, чтобы кастрюля была устойчивая. Вот я на 10 литров супа беру, как правило, 3 килограмма очищенного картофеля. Немного овощей, это сельдерей, лук, иногда немножко порей и немного моркови. В этом случае суп я не загущаю, то есть не добавляю ни крахмала, ни чего-то еще другого. Он сам по себе будет густой. Фрикадельки готовы. Я их отправляю в холодную воду. Ну а суп переливаю в гастроемкость. Так он быстрее остудится. Видите, ничего не пригорело. Человек, который находится в посудомойке, рад. Ну и отправляю суп в морозилку, чтобы он у меня просто подостыл. А вот и сюрприз. Это рыба. Это конвенент продукт, полуготовая. Эту рыбу, я думаю, ненавидят все повара. Она вроде бы кажется такой безобидной, но на самом деле приготовить ее, чтобы она не лопнула, нужно быть, не нужно быть, а нужно действительно знать как. Потому что в инструкции стоит, как ее приготовить. Но я скажу сразу, что если я ее так приготовлю, как в инструкции, она у меня разлетится. Поэтому эту рыбу мы будем готовить не под паром, а для начала сухим воздухом при температуре 90 градусов, чтобы она у нас как следует сначала оттаяла, ушла лишняя жидкость, и чтобы она сохранила свою форму. То есть не потрескалась. Хотя это еще и не факт, что она сохранит. Я говорю, это очень-очень плохой продукт. Слава богу, я его уже много раз делал, поэтому более-менее знаю, как мне с ним разобраться. Немножко жиру сверху, чтобы она не сохла. Так, ну вот мне еще нужно будет сварить немного спиралек. Вода подсолена. Да, кстати, в комментариях можете мне написать, как они правильно называются, вот это триколоры паста. А это тортеллини, наполненные шпинатом, в сливочном соусе и сыром запечены. Так, ну вот, друзья, посмотрите. Вот это называется рыбные ралады. Ни один из них у меня не лопнул. Я вам скажу сразу честно, что это получается не у каждого повара, очень редко. Поэтому, если у вас будет такая рыба, вам придется ее готовить, то имейте в виду 90 градусов, полчаса. А затем еще переключить на температуру 120 градусов комби, то есть сухой воздух с паром, и еще 5 минуточек. Рыба еще не готова, она еще сырая. Вот обратите внимание, сколько жидкости. Здесь, я скажу смело, чуть больше полулитра жидкости с одной гастроемкости. Теперь всю эту рыбу я отправлю в глубокие гастроемкости. Завтра я ее разогрею и залью горячим соусом. И она у меня уедет в баттмюн-сараефель. И тот человек, который будет завтра ее продавать, он будет мне просто-напросто благодарен. Потому что я знаю, как эта рыба обычно выглядит, что она лопается, если ее делать только под паром. И вся жидкость, сами видели, сколько ее, расплывается. И потом укладывать ее на тарелку не представляется никакой возможности. Это просто смотрится отвратительно. Ну вот как-то так. Ну вот, посмотрите, красота дай только. Так, ну теперь я вижу, сколько у меня гастроемкости получилось. И теперь я приготовлю рыбный соус. Добавлю немного гвоздики, немного вазжиэловых ягод, лавровый лист, немножко семян фенхеля. Все это с луком прогрею. Так как рыбного бульона у меня нету, я использую вот все то, что осталось у меня от рыбы. Почему бы нет? Хуже от этого мой соус не станет. Добавлю еще немного воды, соль, перец, кислоты и сливки. Загущать я не буду, так как я уже вам говорил, что мне будет проще загустить его завтра, чем я сделаю это сегодня. Потому что разогревать завтра мне будет его сложнее. За ним нужно будет постоянно присматривать, чтобы он не пригорел. А так, пока он без крахмала, спокойно варится, мне за ним особо следить не нужно. Так, ну вот мой соус уже закипел. Я его выключаю, убираю в сторону. Так, ну и теперь, чтобы сохранить мне мое фаберже, опускаюсь на одну ступенечку ниже и прогоняю соус через сито. Ну вот и все. Ювелирные изделия не пострадали. На этом, ребятишки, мой рабочий день заканчивается. Надеюсь, вам было не скучно. Как по мне, так у меня был довольно разнообразный день. И в это видео я включу еще один день. Это будет попозже. Вы увидите. Всем доброе утро. Сегодня я вам покажу еще один свой рабочий день. Как он начинается и как он заканчивается. Первым делом, как я прихожу на фирму, я для начала переодеваюсь. Затем я подготавливаю весь свой эквипмент. Что значит эквипмент? Эквипмент – это все то, в чем я буду готовить и что мне для этого нужно. Так как у меня большая, и чтобы я не бегал туда-сюда, как в задницу ужаленный, я все подготавливаю заранее. Достаточное количество гастроемкостей с отверстиями, без отверстий. Размеры двадцатки, десятки, четверки. Гастроемкости десятки. Гастроемкости шестерки. Неглубокие противни. Сегодня я буду разогревать первым делом всю горячую еду. Для этого мне понадобятся крышки. Я их уже подготовил. Мне сейчас отключили вытяжную вентиляцию, поэтому я пока разогревать ничего не могу, иначе сразу же приедет пожарная машина. Сразу сделаю минус две тысячи, поэтому этого не делаю. Еду, которую я разогрею, я ее рассортирую по фирмам и отправлю в эти боксы. В этих боксах она будет сохраниться горячей довольно долго. Ну, примерно теряет, наверное, как говорят, три градуса за час. Соус для рыбы у меня готов. Я его переливаю в мерный стакан. Ну, и в каждую гастроемкость я дам по два литра. Рыба холодная. Я буду ее еще разогревать. Но соус должен быть обязательно вскипячен. Так, накрываем крышками. И далее все отправляю в пароконвектомат. На 10 минут. Ну, а я следующим шагом разогреваю пока большой конвектомат на 200 градусов, сухой жар. А в большом конвектомате я буду запекать вот этот картофель. Внутри него находится сыр. И очень важно, чтобы он был, картофель, заморожен. Иначе сыр, если я буду при низкой температуре его разогревать, просто расплавится, и они все полопаются. Этого не должно произойти. Казалось бы, мелочь, но на это стоит обращать внимание. Сейчас раскалю духовку на 200 и загоню его. Все должно произойти очень быстро. А в то время, пока картофель будет готовиться, я успею раскидать рыбу, которая у меня тоже будет уже горячая. Здесь нужно просто совмещать полезное с приятным. Так, ну все, рыба готова. Ну, здесь особо рассказывать ничего не нужно. Горячую рыбу распасовываю по черным боксам из пенопласта, которая хорошо держит тепло. И каждый бокс я подписываю, чтобы водитель мог знать, в какие фирмы рыба должна доставиться. Сделаем проверочку. Горячие ли они внутри. Так, сначала для персонала немножко, чтобы мне потом по сто раз не готовить. А теперь нам нужно просто немного все это перекидать, сделать более компактно. Так, будем делать два ряда и поэтому будем прокладывать текарской бумагой, чтобы не прилипло. Юсуп, ты можешь это вам поставить, пакетовки, пока ты не получишь. Ну, а здесь мы шутим над нашим пожилым коллегой. То есть я говорю, что Юсуп, ты особо там не расслабляйся, поменьше ковыряйся в носу, подавай вовремя картофель и закрывай вовремя крышки и растасовывай по боксам. Ну, это так, дружеский стёб, то есть ничего такого. Мы просто друг друга уже давным-давно знаем и поэтому никто ни на кого не обижается. Я говорю тут, что дедушка у нас не самый быстрый, но зато он самый надёжный. здесь я благодарю парней за помощь. Всё приготовили, втроём, видите, как мы быстро раскидали. Теперь мне нужно будет лапшу, ещё рано, лапшу подождём. Ну, всё, картофель готов. Убираем картофель в сторону. Так, ну, я всё уже отправил, осталась последняя опция. Так, время 15 минут десятого, всё отправили. И помещаю ещё одну гостроёмкость, чтобы просто у меня соус не колыхался, чтобы он не опрокинулся и не вылился. Крышка довольно плотно сидит, но всё равно. И вот эта гастроёмкость, она у меня горячая, она была на плите. Чтобы сохранить для клиента еду максимально горячей. Всё, осталось только паста триколоры. И всё. Так, обязательно подписать, а то ведь потеряет коробку потом, уйдёт в другое место. Паста триколоры. Тоже готова. Чтобы там никто не начал острить, что я хватаю горячие вещи голыми руками. Ну, во-первых, не голыми, а во-вторых, видите, да, это очень сильно защищает руки. У меня есть, конечно, и другие перчатки, но в них очень удобно вытаскивать гастроёмкости, но неудобно закрывать крышки. Да, и картофель у меня начинка была всё-таки не творог, а были помидоры с моцареллой. Но, тем не менее, это не меняет сущности. Я их разогревал при температуре 200 градусов в разогретой духовке 15 минут. Если бы я их разогревал больше, допустим, 20 минут, то они у меня просто-напросто бы полопались. Ну, бригаду вы видели, втроём мы спокойненько справились, ребята молодцы. Ну что, едем дальше. Так, ребятишки, ну, сейчас я подготовил тортеллини и равиоли. Равиоли я буду запекать в светлом соусе тортеллини с томатным соусом. Соусы я уже приготовил, просто вам не показывал, но это со временем я вам всё покажу. Вот так выглядит светлый соус, в нём шпинат, и будет заливаться тортеллини, и затем будет запекаться под сыром. Что делаю я в этом случае? Добавил, они заморожены, как вы видите. Добавил немного растительного масла, теперь я их перемешаю, так сказать, подготовлю, и отправлю их в пара конвектомат под пар на 10 минут. Ну и здесь всё то же самое, немного масла, чуть-чуть буквально. После того, как они пропарятся, я их ещё раз перемешаю. Так, ну вот, конвектомат уже запел. Так, от шефа поступило предложение, он хочет два противня, чтобы были в чёрными. Ну, раз он хочет, я ему сделаю. Так, а нет, мне нужно разместить. Однако, немного горячо. Охлаждаем руки и работаем дальше. Так, вот так. Так будет хорошо. Так, ну и далее поливаем соусом. По 2 литра на гастроёмкость. Немного подвигать, чтобы соус впитался полностью. Соус я сделал немного пожиже, потому что какую-то часть его равиоли впитают. А так как это на выезде, жижи его сделать тогда не получится. Поэтому я подгадываю сразу так, чтобы всё было в порядке. Сразу посыпаю сыром. Это гауда. Сыр гауда, который хорошо плавится. Можно и менталером посыпать. Такие два сыра, которые не очень дорогие. Это у нас не петушок, это у нас телефонный звонок у моего шефа. Так, ну и всё это я отправляю теперь в шоковую заморозку ненадолго, чтобы всё остыло у меня полностью. А потом мне только останется на следующий день достать, задвинуть и запечь. И всё. Вот и вся работа. То есть, как я себе подготовлю своё рабочее место, так я и буду работать на следующий день. Не подготовлю как следует и буду бегать как задницу ужаленной. Так, немного протрем. Сейчас рабочий день идёт к концу, поэтому я грубо сброшу всё на пол. Точнее, на решётку. Потому что сейчас будем всё равно убираться. Уже можно. Так, ну и тортеллини. Они наполнены помидорами с моцареллой. Перемешивать нужно обязательно на начальной стадии, иначе они потом слипнутся. И соус не будет попадать, то есть, не будет обволакивать полностью. Томатный соус любит брызгаться, поэтому я работаю с поварёшкой, чтобы он меня не забрызгал. Ну вот и ещё один день подошёл к концу. Ну что я могу сказать? Вне зависимости от того, понравилось вам видео или не понравилось. Мне будет приятно почитать комментарии. Если вы хотите видеть что-то другое, напишите мне. Но также не забывайте работа работой, а съёмки съёмками, чтобы у меня одно с другим не заприкасалось. А то мне быстро дадут пинка под зад. Ну, пинка не дадут. Для того мой шеф 10 лет за мной ходил, чтобы взять меня на работу. То есть, уговорить, чтобы я пошёл к нему работать. Да, ну мы всё. Мы убираем кухню, зачищаем, и завтра новый день. На сегодня всё приготовлено. Завтра только всё нужно будет разогреть, расфасовать, расписать и отправить. До новых видео.